Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Василий Дулепинских и водитель Прохор Осипов. Ну а колесим мы по дворам и улицам Перми на комфортабельном автомобиле Лифан Солана от компании Демидыч, что на Ким 75. Но для того, чтобы снять первый сюжет, нам и ехать никуда было не нужно. Прямо недалеко от нашей студии, в саду Свердлова, мы обнаружили эту колоритную мусорную свалку. Так почему же народ в контейнер мусор не складывает, который здесь же находится, спросите вы? Отвечаем на то две причины. Во-первых, контейнер завален бытовыми отходами по самую крышку. А во-вторых, даже если бы он стоял пустой, то к нему подойти было бы просто-напросто невозможно. Вот стоим сейчас и вспоминаем лето, жара и этот же самый двор на Чехово-6. Как приятно в жаркий летний день присесть в тени какого-нибудь дерева рядом с небольшим журчащим водопадом. Ежели, конечно, этот водопад не во дворе жилого дома. Ну а если чистейшая вода бежит уже вторую неделю, топит на своем пути контейнерную площадку и убегает в лог по направлению к частному сектору, то речь идет о коммунальной аварии. И происходит все это между 6 и 8 домом по улице Чехова. У местных жителей этот водопад уже давно вызывает беспокойство. Но вот коммунальные службы пока не обращают на него никакого внимания. Ну что вам сказать, все то же самое, но только сейчас, зимой, у этого источника есть все шансы превратиться из водопадика в ледяную горку. А сейчас, традиционно, вот уже десятый сезон подряд, дежурный по городу объявляет конкурс на самую могучую сосульку города Перми. Ну а стартует он нынче по адресу Островского, 15А. Сразу несколько достойных претенденток замерли в ожидании состязаний на крыше этого дома. Но нам, как вы знаете, все же больше нравится, когда ледяные красавицы, так и не одержав победы, становятся жертвами коммунальщиков. Мой рост чуть меньше 170 сантиметров. Высота этой кучи строительного мусора примерно такая же. Причем, если мои шансы подрасти практически равны нулю, то эта куча растет на глазах у жителей дома номер 42 по улице. Газеты «Звезда» прямо на глазах. Правда, иногда строители частично мусор отсюда вывозят. Ну а вообще такой антураж в этом дворе уже на протяжении нескольких месяцев, начиная с августа. Местные жители, конечно же, понимают, что в подвале идет ремонт. Но им просто-напросто надоело постоянно натыкаться, выходя из подъездов, и видеть из своих окон не что иное, как огромную кучу мешков и штукатурки. Ну вот, ведь могут, когда захотят. Оказывается, что даже во время капитального масштабного ремонта можно соблюдать какой-никакой порядок. Жители 42-го дома по улице «Газеты «Звезда» ну просто искренне благодарят строителей за то, что они услышали их через нас и вернули им состояние повседневного комфорта. Ну и, конечно же, мы не забыли о том, что по понедельникам вручаем подарки за лучшую новость прошлой недели. На этот раз нашим победителем становится Максименкова Марина, которая прислала в нашу редакцию фотографию очаровательного мишки по имени Бомжик. За этот кадр дня Марина получает подарок от компании «Экофранс», а именно помпу и 19 литров родниковой воды «Луговая». Но конкурс-то на этом не заканчивается, так что мы по-прежнему с нетерпением ждем от вас сообщений, которые вы можете передавать, как всегда. В информационно-справочную службу дежурный по городу по телефону 263300 или же на сайт телекомпании. Его интернет-адрес неизменен www.refei.ru И на этом заканчивает свою работу дежурная бригада в составе Анны Водоватовой, Василия Дулепинских и Прохора Осипова. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи!